Из получений Святаго Иоанна Златоустова на книгу «Деяния апостольских» «Будем же чистыми от гнева! Дух святыни обитает там, где гнев. Гневливый подлежит проклятию. И невозможно быть чему-нибудь здравому там, откуда происходит гнев. Как во время бури на море происходит великое смятение и сильный крик, и никто тогда не имеет времени заниматься рассуждениями, так и во гневе. Если же дыша хочет сказать или усвоить что-нибудь любомудрое, то наперед должна быть в тихой пристани. Не замечаешь ли, как мы, когда хотим рассуждать о чем-нибудь необходимом, избираем места, удаленные от шума, где спокойствие и тишина, чтобы нам не развлекаться? Если же внешний шум развлекает нас, то тем более внутреннее смятение. И станет ли кто молиться, он молится напрасно, если делает это во гневе раздражений. Станет ли говорить, будет смешным? Станет ли молчать, опять тоже? Будет ли есть и тогда повредить себе? Будет ли пить или не будет? Будет ли сидеть или стоять? Ходить или спать? Ему и во сне представляются подобные же. И что у таких людей не беспорядочно? Глаза отвратительны, рот искривлен, члены тела напряжены и трясутся, язык не обуздан и не щадит никого. Рассудок помешан. Одежда в непристойном виде во всем великое безобразие. Посмотри на глаза беснующихся, пьяных и неистое чувствующих от гнева. Чем они отличаются друг от друга? Не всюду ли безумие? Но ведь это бывает всегда только на время. Правда, неистоествующие и бывает одержим гневом на время. Но что может быть хуже этого? Еще не стыдятся оправдываться. Я не сознавал, говорят, что сказал. Почему же не сознавал этого ты, существо разумное, имеющее рассудок? Почему ты действующий, подобно неразумным животным, как бы дикий конь, увлеченный гневом и яростью? Это оправдание достойное осуждения. Желательно, чтобы ты знал, что говорил. Это слова гнева скажешь, а не мои. Как гнева. Гнев не имеет силы, если не получит ее от тебя. Это подобно тому, как если бы кто сказал, это раны и руки мои, а не мои. Ей кажется, больше всего нужен гнев, как не на войне и во время битвы, но и там. Если что будет делаться с гневом, то все будет испорчено и погублено. Воюющим в особенности и не следует гневаться. Нападающим в особенности и не нужно раздражаться. Но скажешь, как же иначе можно сражаться? Разумно, спокойно. Сражение есть стояние одной стороны против другой. Разве ты не видишь, что и самые войны подчинены закону, порядку и времени? И гнев есть не что иное, как безумное раздражение. Безумный же не может сделать ничего разумного. Или я говорил, доколе ли вам хромать на оба колена? Третье царство, 18-21. Но не гневался. И Финеев совершил убийство, но не гневался. Гнев не дозволяет видеть, но как бы во время ночной битвы, закрыв все и глаза и уши, ведет туда, куда хочет. Избавим же себя от этого демона. Закрушим его, когда он нападает на нас. Положим на персе знамение креста, как бы некую узду на него. Гнев есть бесстыдный пес, но пусть он научится слушаться закона. Если пес пристадет так свиреп, что не будет слушаться приказаний пастуха и узнавать его голоса, то все потеряно и погублено. Он пасется вместе с овцами, но когда станет кусать овец, то делается вредным и его убивает. Если пес научится слушаться тебя, то корми его. Он полезен своим лаем против волков, разбойников и воров, а не против овец и не против домашних. Если же не слушается, то во всем вредит, и если не обращают внимания на приказания, то все губит. Итак, пусть не истощается кротость твоя, но самый гнев пусть хранит и питает ее. А он сохранит и в совершенной безопасности будет пасти ее тогда, когда будет истреблять нечистые и порочные помыслы, когда будет отовсюду отгонять дьявола. Так, кротость соблюдается тогда, когда мы не помышляем ничего худого против ближнего. Так мы делаемся достойными уважения, когда не учимся поступать бесстыдно. Ничто не делает так бесстыдным, как порочная совесть. Отчего блудницы бесстыдны, отчего детственницы стыдливы. Первые не отгрехали, а последние не отцеломудрия ли. Ничто не делает так бесстыдным, как грех. Напротив, скажут, он производит стыд. Правда в том, кто сознает себя. А бесстыдного он делает еще более дерзостным. Кто не сознает себя, то становится дерзким. Когда приедет, говорит, премудрый, нечестивый, во глубину зол не родит. Притча 18.3 Бесстыдный бывает дерзким, а дерзкий отчаянным. Хочешь ли узнать, когда истощается кротость? Когда сокрушают ее порочные помыслы. Но если случится и то, что этот пес не будет стоять и громко лаять, то и тогда не должно отчаиваться. У нас есть и прощай камень. Вы знаете, что я говорю. У нас есть и копье, и ограды, и затвор, где мы можем сохранить помыслы чистыми. Если пес ласков ковцам, но лает на чужих и не сонлив, то это хорошие качества пса. Когда он голоден, то и тогда не кусает овец. Когда и сыт не щадит волков, таков и гнев. Когда он раздражается, не должен отступать от кротости. И когда не раздражен, должен восставать против порочных помыслов. Своих хотя бы и бьющих его не оставлять, но признавать о чужим, хотя бы и ласкающим его не давать пощады. Дьявол часто ластится, как собака. Ну пусть всякий знает, что он чужой для нас. Так и мы будем любить добродетель, хотя бы она причиняла нам скорбь от порока. Хотя бы он и доставлял нам удовольствие, будем отвращаться. Не будем хуже псов, которые не убегают со своего двора, хотя бы их били и мучили. А чужому, хотя бы он и накормил их, скорее вредят. Так и гнев бывает полезен, когда он восстает против чужих. Что значит изречение? Гневающийся на брата своего напрасно. Матфея 5, 22. То же что? Не мсти за себя и не раздавай злом. Если видишь другого погибающим, протяни ему руку помощи. Гнев не будет уже иметь места, когда ты будешь свободен от пристрастия к самому себе. Давид застил Саула, но не разгневался и не вонзил копья, имея в руках своего врага. 1 Царств 26, 7. Отомстил дьяволу свою кротостью. Моисей, увидев, что чужой и обижает еврея, убил его. А когда свой обижал своего, то не сделал этого. Но братьев хотел примирить, а тех разделил. Исход 2, 12. Хотя Писание и называет его самым кротким человеком. Число 12, 3. Однако и в нем иногда возбуждался гнев. Но мы не так. Когда нужно показать кротость, то бываем свирепее всех зверей. А когда нужно гневаться, то бываем всех ленивее и беспечнее. Таким образом, употребляя свои силы не на то, на что должно, мы тратим и жизнь свою напрасно. Подобно тому, как снаряды, когда употребляют их один вместо другого, портятся все. Так, например, если кто-нибудь, имея меч, не будет употреблять его, когда нужно употребить, но будет действовать рукой, и не достигнет успеха. И напротив, если употребит меч там, где нужно действовать рукой, то испортит все. Так же и врач, если не отрезывает там, где должно, а отрезывает, где не нужно, то портит все. Поэтому, умоляю, будем употреблять это орудие гнев в свое время. Для гнева вовсе не время, когда мы должны помочь самим себе. А если нужно исправить других, тогда в особенности должен употреблять его, чтобы спасти других. Таким образом, всюду соблюдая себя от гнева, мы уподобимся Богу и сподобимся будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым отцу со святым духом слава держава честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Матери, Матери, Господа, помолимся. Матери, Господа, помолимся.